Покажем сегодня людям, как не платить обжарщикам, а сделать своими руками кофе дома на сковороде. Я уже в предвкушении. Я просто уже думаю о том, чтобы продать ростер, купить тысячу сковородок. Кручу-верчу, запутать хочу. Звук не хочешь записать? Пишется. А, пишется звук. Если обжарки дома, будете причастны к магии превращения зеленого гороха в вкусный кофе. Надеюсь, вкусный кофе. Сами можете контролировать, надеюсь, степень обжарки. В-третьих, всегда можно пожарить совсем чуть-чуть, на несколько чашек. И, в принципе, каждый день можно пить совсем разный кофе. Не обязательно накупать 10 патчек разного кофе, который будет лежать месяц, либо даже два дома. Так, пожарили чайную ложечку. Сегодня там эдакой кофе, завтра эдакой. Вообще, зачем покупать ростер, смотри, сковорода, картошку жарят, стейки жарить можно. Кофе жарят. Уже думал, что продать ростер, купить тысячу сковородок. Свежая обжарка. И параллельно можно стейки, когда нет заказов на кофе. Ну, конечно. И в аренду сдавать. Ну, все. В аренду сковородки 10 гривен в час приезжать. Фестивали строить еще можно. Что? Фестивали строить. Фестивали обжарщиков. У нас сковородочников. Сковородочные обжарщики. Ну, посмотрим. На самом деле, очень интересно. Никогда не жарил на сковородке. Ну, сейчас мы разогреваем наш ростер. Посмотрим, что получится. Мы этот кофе обязательно сегодня будем пить. Будем жарить фильтр. Правильно же? Какой кофе у нас сегодня? В Колумбии свежего урожая. Из кооператива «Коцентраль». Вот. 100 грамм сегодня пожарим. То есть кофе не дешевый? Ну, не дешевый и не дорогой. Ну, как не дорогой? Пора вытяжку включить. Потому что наш ростер дает дымок. Относительно коммерческого кофе это все-таки дорогой кофе. Это вот такой уверенный премиум. Он, кстати, у нас появится буквально на днях на сайте. И сразу он уйдет в Кау Тижнень. Также, я надеюсь, мы сегодня снимем обзор этого кофе. Как раз впечатления будут. Кофе будет с дымком. Включили Аэрфлоу. Я так понял, дома жарить кофе нужна вытяжка хорошая? Очень хорошая вытяжка. Иначе соседи вас пропинут. И никакой кофе. Никакая... Жарится, в машине будет. Искупили мешок, а потом куда одевать? Бабушка сверху над лаве вам этот кофе потом устроит. Вообще, на природу ж можно ходить даже. Куда-то поехать, писать книги. Я скажу, со сковородкой можно даже и ночью на трещине ходить. Нормально. И на природу можно ходить. И в гости ходить. Нет, потому что кофе можно взять с собой, там, мешочек. В поездку. Жарить себе свежий кофе. Да, мы обязательно снимем обжарку на природе. В хижине. В хижине. Построим хижину, а потом снимем обжарку. Раньше ж не было никаких остров. Все жарили кофе. Раньше, если еще дальше копнуть, и кофе не было. Но он был, но его не пили. Потом начали пить кофейную кожуру. Каскару. И уже потом, потом принялись пить жареное зерно кофейное. Вот. Посмотрим, что получится. В этом процессе самое главное перемешивание. Потому что ростер за нас там мешает, мешает, мешает. Ну, а мы сегодня будем ручками самостоятельно делать перемешивание. Чтобы кофе обжарилось равномерно, не подгорал снизу. Если подгорит, то какой вкус будет. Если подгорит, будет горький. Мы получим так называемый скорчинг. Кофе обгорит снаружи. И чашки. А может он внутри все равно остается? Конечно. Конечно. Если мы, даже вот, если мы, ну, опыта на сковородке обжарки нету пока. Если мы перегреем сковородку и сейчас сыплем туда кофе, мы можем обжечь. Но я нельзя выбрать Колумбию. Достаточно плотный кофе. И он любит сначала дать ему нормальной температуры. Поэтому, я думаю, это нас убережет вот от скорчинга. Скорчинга – это дефект обжарки, когда кофе обгорает сверху. И прижигается. То есть, опыт все-таки помогает понимать, что там происходит. Да, да, да. Даже ни разу не обжаривал таким методом кофе. В принципе, уже осмыслив и, в принципе, спланировал эту обжарку. Есть какое-то понимание, как пойдет, ну, как у нас пойдут дела дальше. И я думаю, что все будет хорошо. 100 грамм сегодня кофе обжариваем. Заодно посмотрим, насколько он будет ужариваться. Так, ну, в принципе, можно засыпать. Я думаю, что ростер у вас-то небольшой. Уже разогрелся. Загружаем? Да. И пошли, пошли, пошли. Соку сейчас у вас просто прогревается. Уходит лишняя влага. Сама сковорода немножко вземела, но вытяжка работает. Мы жарим достаточно маленькое количество кофе. Так, я бы горел буквально. Нужно немного темнее. Да, потому что он немножко темнее. Мы жарим всего лишь 100 грамм кофе. И я думаю, что наша обжарка пройдет минут за 20-20, это максимум, может, даже меньше. А мешать нужно в протяжении всего времени обжарки. Кофе начинает уже потихоньку скидывать свою оболочку. Шелуха появляется у нас в сковороде. Вот вообще в окошке ростеров. Видите, он ли видишь такое же? Там более контролируемое все. И, в принципе, я наблюдаю то, что некоторое зерно у нас начинает прихватываться быстрее. Даже вот на каких-то участках оно все-таки активнее, поджаривается. А в других местах еще очень слегка. Неравномерный пятна. Видимо, все-таки сковороду надо было разогревать немножко меньше. Либо засыпать кофе, ставить сковороду на огонь и засыпать кофе сразу в теплую сковородку. Не разогревать ее до какого-то определенного градуса. Ну, посмотрим. В принципе, чашка кофе нам покажет, что мы сделали неправильно. Но ее обязательно заварим и попробуем. Прошло уже минут 7-8. Да? Примерно, да. Ну, я думаю, что мы 20 минут вложим. Может, даже и раньше, потому что... Потому что скоро будет крэк. Тойку, что приятно жарить в процессе? Да, как сказать. Интересно. Я уже немножко устал активно махать лопаточки. Но на самом деле вот так вот для себя интересно пожарить. И еще интереснее попробовать, что же выжать в лопу. Слышно было в первых лопах. Какие-то единочные зерны уже начинают активно освобождать влагу. Слышно второй лопочек. Такой интересный, приятный аромат. Изначально был аромат такой травяной, когда кофе у нас подсушивался. Сейчас уже появляются такие карамельные ноты в запахе. О, проверим температуру. 203, 210, 201. Ну, где-то, где-то 200, я думаю, и еще пару градусов у нас есть. В принципе, мы активно заходим уже в стадию развития, так называемого, и готовимся к выгрузке. Я думаю, что у нас фильтр здесь не получится, потому что все-таки обжарка подзатянулась. Будем жарить до, что такое среднее, не до эспрессо, перефильтр, так называемого обжарка Омни. Хотя посмотрим, что получится. Ну, в принципе, если так судить по эспрессо обжарке, то мы уверенно идем по нормальному таймингу. Отсюда очень хорошо дым будет. Говоришь? Дым отсюда хорошо видно. Особенно хорошо я чувствую в руку. Она уже мокрая от испарения влаги. Так, я бы уже встречал в репку и еще немножко разливал бы при выключенном огне. Это всего лишь за счет кондукции от сковорода. Так, я бы выгружал. Опа! Сейчас мы остудим и посмотрим на зерно. Попробуем его разломать, посмотреть, как оно прожарилось внутри. Такое впечатление, что некоторые обжарщики, в принципе, на сковороде обжаривают. Судя по зерна. Ну, я скажу так, что существуют ростеры, которые, мне кажется, жарят примерно как сковорода. Хотя, все зависит от мастерства. Самого обжарщика. В радио Кала можно будет зерно зеленое найти? Как это сделать? Я думаю, да. Если написать личное сообщение в Инстаграме, то мы с удовольствием можем продать и зеленое зерно, для того, чтобы вы попробовали пожарить и сравнить с кофе обжаренным в ростере. И самостоятельно. Кстати, можно упаковку сразу продавать, половину такой, половину такой. Ну, главное не смешивать. 2 грамма может выпало. Так, 85 грамм. Ну, мы видим 15% ужарка. В принципе, можно считать, что если учитывать выпавшие зернышки, то у нас получается 14% ужарка. То есть, все как бы нормально. Попробуем разломать какое-то прожаренное зерно. Так, ну, видно вот. Скорчинг. Вот видишь, зерно подогрело в внутренней части. Есть такие участки ожоговые. Вот это как раз и есть тот же скорчинг. Видно, что какое-то зерно у нас немножко обожглось сильно. Есть, в принципе, неплохое более-менее зерно. То есть, в принципе, обжарка по равномерности желает лучшего. Но для первого раза, я думаю, не так все плохо. Сейчас попробуем разломать руками. Он, между прочим, ломается. То есть, у нас как бы развитое зерно. Так, что у нас внутри по прожарке? Ну, опять же таки, если посмотреть на разлом, то я не вижу, чтобы было, ну, конкретно в этом зернышке, чтобы было прям, ну, явно пережарена там внешняя часть зерна. То есть, в принципе, обжарка, да, в этом конкретном зерне, она равномерна. Но, учитывая, что у нас тут зерно как бы разное получилось, какое-то большее, какое-то меньшее. В целом, про обжарку судить сложно, что она равномерная. То есть, я бы в следующий раз, вот делаю уже выводы, всыпал бы не в раскаленную сковородку кофе, а в теплую. Поставил бы на огонь, и буквально там, через каких-то там, не знаю, там 10 секунд я бы уже засыпал бы кофе, равномерно его прогревал бы, и на небольшом каком-то огне, а потом, ну, посмотрим. То есть, в следующий раз, можно будет, если будет желание, можно поиграться и довести, даже обжарку на сковородке, довести до какого-то, ну, неплохого уровня. В принципе... Надо, знаешь, еще вот таких тысячу сковородок, тысячу обжарщика, тогда можно продавать, конечно. Тогда все обжарщики будут с вот такой накачанной правой рукой, потому что, ну, на самом деле, вот на весу вот так вот мешать, достаточно утомительно занять. Ну, опять же таки, вот мы смотрим, я нашел два квакера, где-то здесь еще был. На 100 грамм кофе у нас ну, вот, три три квакера. То есть, в принципе, для премиума это очень даже, может быть, неплохо. То есть, кофе хорошего качества. Не то, что у нас ужарка всего лишь 14%, даже на вот открытом, скажем так, в открытом ростере, но это говорит о том, что кофе свежий и у него хорошие показатели влажности. Так, ну, в принципе, можно пробовать его заварить. Мы будем капить всего лишь одну чашку, потому что я, в принципе, вижу, что я засыпаю, у нас там нет никаких квакеров. То есть, обычно, когда там берется... Обычно берутся две чашки. Для чего это делается? Потому что в чашку может попасть случайно какое-то там упорченное зерно, какой-то квакер. Это просто гарантия, что... Да, и вы можете из-за этого зерна видеть о том, что это плохой кофе. Но на самом деле, кофе хороший, просто одно зернышко испортило, там, ложка дегтя испортит бочку меда. Вот, ну, так как мы капим всего лишь один вариант, и я вижу, что я засыпаю, все зернышки хорошие, никто-то не проскочил лишний. С ростера будем сейчас? Точно. Да, и еще с ростера, кстати. Я предлагаю пометить чашки и перемешать, чтобы мы не понимали, где какой кофе, и потом просто вслепую выбрать более вкусный и посмотреть. Так, я пошел выставать ростерный кофе. Копимолку, кстати, скажи, доволен? Я скажу так, что за эти денежки, которые она стоит, это очень крутой вариант. Не команданта, конечно, но работает уже, в принципе, сколько у нас там, полгода? Где-то так, с лета, да. Трактически ежедневного пользования и вопросов вообще никаких. Пока не засыпал, хочу перевернуть стакан и кофе, который я разжарился в ростере, вот так вот пометить такой наклеечкой. кручу-верчу, запутать хочу. Вы должны... Там стол ты отражаю, да, ты не смотри на стол. Хорошо, я и не смотрел. Хотя, в принципе, будет видно, где свежая обжарка, а где кофе, который уже отлежался. Я уже, в принципе, понимаю, где какой, поэтому вот то, что вы там засекречивали. Можно будет еще засекретить потом, после снятия пенки. А, кстати, да. Да, очень хорошая идея. Ожидаем 4 минуты. После 4 минуты мы ломаем корочку, снимаем пенку. Где-то с 8 минуты начинаем уже постепенно... Я думаю, с 10. Нет. Здесь достаточно холодно и чашки были холодные. Теплопотеря как бы больше, чем там летом, наверное, поэтому можно с 8 минуты уже пробовать. Посмотрим. Кстати, вы сейчас можете в комментариях написать, где какая кружка, где более свежая обжарка и где ростерна. Ну, потом ответим на комментарии, где какая. Даже если вы думаете, что мы там считерим как-то, то у нас будет независимый эксперт Сергей, который все будет любить. Который придет, уже на все готовненькое и попробует, скажет, какой кофе ему вкусненький, какой-то... Какой консервы. Какой консервы, да. Который, какой шпротами отдает. Где сковородочная обжарка? Вот. Ни хрена. Не? Ни хрена. Это ростер, но это уверенный эспрессо. То есть это такое эспрессо, которое накапленное должно быть... А мне кажется, что он такой... А на сковородке мы наоборот. Глубноватый. Звук не хочешь записать? Как пишется? А, пишется звук? Видно, что мы не до... Как бы развивали до эспрессо этот кофе. Но и он вот, как бы для приятного фильтра, вот этот скорчник, он дает. Но в принципе, в принципе... Я тебе скажу так, то, что как бы в среднем на рынке уже в принципе пищу. Карамелька есть. Карамелька, понятно, почему есть. Серега, наверное, там сахар плавил. Лежечка. Понятно. В принципе, ты где-то в сельской местности смело берешь ведомку, обжариваешь в сковородочке. И эспрессо раскрылся побольше. Ну, потому что это все-таки в росте, верно ли? Да, да, да. Слушай, Каппин показал, что кофе хорош. Посмотрели этикетки. Каппин показал, что кофе пить можно. Я не совсем доволен. Ну, как, для сковородки неплохо. Для первого раза. Ну, то есть там чувствовалось скорчим. Вот. Но пить можно, в принципе, для среднего так рынка, то, что в принципе, как бы... Ну, это зерно хорошее. Ну, да. Да, да, да. Хорошо подобрано. Ну, и сковородка не самая плохая. Смотри, какая. Она уже, как ты знаешь... Годами. отрабатывала. От деток к отцу, от отцу к сыну передавалась. И вот, наконец-то, она доросла в жаркий кофе. Так. Сейчас мы заварим фильтровый кофе. Ой. Упала крышечка. Упала крышка. Упала на пол. Вот. Значит, что? У нас есть новый такой кофейный девайс. Называется Дельтер. Это, в принципе, почти как Аэропресс, но с заморочками своими. Не заморочками, я бы назвал просто лучший Аэропресс. Ну, как сказать. Держа... Вот ты правильно как-то сравнил. Аэропресс это вот такой японский внедорожник, там какой-то Венкрузер сотый, который будет ездить еще много-много лет и на нем можно покорять какие-то грязюки, вершины и ему хоть бы что. Он достаточно простой, но это уже про Аэропресс. А Дельтер это штука такая более изящная. И космическая. Космическая. Он как современный БМВ. Вот он приятный в управлении, классный, но через каких-то пять лет непонятно, что с ним дальше будет, как он поведет себя. Посмотрим, посмотрим. Держа в руках эту штуку, я понимаю, что она такая вот... Боишься уронить ее, боишься какие-то резинки, что-то задубеет. Ну такое. Такое, такое. Как бы вот если где-то в поход куда-то, в рюкзаке с каким-то вещами я бы взял Аэропресс, потому что ее ничего не будет. А вот эту штуку можно где-то раздавить. Ну и почистить Аэропресс гораздо легче в походе, чем здесь. Да, потому что Аэропресс вот так вот выдавил таблетку, а здесь она выпадает, но все равно какая-то кашица остается и приходится еще под краном там все обмывать. Есть нюансы. Перемалываем зерно. Да, перемалываем зерно. Хватит болтать. Почему мы решили заварить именно фильтровый кофе через бумажку профильтровать, потому что Каппинг показал, что этот кофе, ну ему Диэспресс еще рановато. То есть он такой, как вот предлагалось пожарить Омни, вот где-то так и получилось. То есть на сковороде я тут не угадал, если можно просто по-другой я думаю, если приловчиться, если пожарить на сковороде какой-то там десяток раз, то в принципе можно уже какие-то выводы делать и подучиться. Так, я делаю максимальную загрузку, потому что нас три человека и каждый хочет попробовать 20 грамм. Аэропресс ложит в комплект воронку, здесь ее нету и засыпать 25 грамм без воронки ну очень сложно. Потом приходится вот с какими-то колхозными вариантами. На стаканчик можно обрезать. Можно и стаканчик обрезать, можно руку сложить. Можно просто аккуратно лить. но это очень сложно. Кстати, фильтрование ложит очень мало. За 100 штук, Да, 100 штук. Жаденый. И чуть-чуть отличается по размеру, но сюда подходит аэропресс. Да, немножко больше, буквально на какие-то миллиметра-два. Ну это вообще не проблема. диаметры. Так, я разогрел чайник до 96 градусов, потому что Дельтра сам холодный и кофе у нас Колумбия. Колумбия любит температуру. Мы будем заливать в два этапа. Сейчас мы добавим без весов. без весов. 200 миллилитров. Чайник возвращаем на подогрев. Делаем при смачивании. Вот, немножко сюда. Повыше, повыше, повыше. Повыше, да. Вот так вот. Еще, еще. Все, Красотенькая как аквариум. Так, ну все, можно теперь шкварчить. Ну, ничего, у аэропресса тоже там. Если сильно давишь, оно все выливается по стенкам. Чем он удобный? Тем, что не нужно весов и не нужно таймера. То есть, в принципе, можно... молотый кофе. Да, и кофе не нужно, да? Что-то кипяточка попил. Это ж космос там, из темной материи откуда ты берешься, не знаю. Темная жижа. Ну, просто вода прозрачная, вытекает кофе. Магия. Это пластик черный растворяется потихоньку. Но, когда растворится, надо будет купить еще одну крышечку и дальше заваривать. Интеллигентный такой брювер. Да, это пока ты не взялся чистить его. Потом все... Вот когда ты сварил, его, во-первых, некуда поставить, потому что со всех сторон капает. Надо сразу его где-то в раковину нанести. Если не для кухни, то лучше жар упираться. Слышно? Все, есть. Даже крема пошли. Даже крема пошли. все равно, я вот так на стакан поставлю. Вот так он красиво смотрится. Закрываем крышечкой. Попытаемся немножко декантировать. все термины люди звучат. Да, кстати, было замечание. Слишком много материнцев. Мало что понятно. Ребята, вы переводите сразу. Ну, вот мы перемешаем, потому что кофе он все-таки отслаивается. Ну, плюс экстракция сначала тяжелые растворимые вещества опускаются вниз, легкие поднимаются вверх. Чтобы он был равномерный, его перед наливанием стакан нужно немножко перемешать и еще плюс насытить воздухом. Это в идеале. Это в идеале. У есть чудо чашечка из кофейного парчмента, подаренного коллегой по цеху. Оп. Ну, за успех. В ароматике что-то чувствуется уже. По своей профессии приходится капать разные кофе и ну, на общем фоне очень даже неплохо. По сути... опыт дает свое, но опять же таки на опыте да, то есть разогрели сковородку, но сейчас я уже вижу, что дабы избежать скорчинга, я бы ее так долго не разогревал не разогревал вообще не разогревал. То есть надо будет еще пожарить за два раза, чтобы уже понять и добиться какого-то хорошего результата. Ну, если желание дома это сделать, то зеленку можно купить. Да, можно заказать. В принципе, мы не жадны, продадим. Я думаю, что в этом есть какая-то магия и очень даже интересно пожарить, но каждый раз вот если тебе с утра нужна чашечка кофе, ты увидел, что кофе закончился и стоять здесь уже жарить. Ну, тоже не совсем удобно. Куда удобнее, когда открыл полочку на кухне, а там лежит пачка радио кава. То есть если человек заваривает брювинг, он любит этот процесс, то все-таки обжарка это тоже часть процесса. Да, но для брювинга нам нужна правильная обжарка. Здесь контролировать очень сложно. Хотя, не знаю. Но мы еще будем делать обжарки в других. Тебе нурить кофе? Конечно. В других девайсах. Что следующим будет? Напишите в комментариях и попробуем снять эпизод про обжарку. Вот так на остывании чуть уже скорчено. перечь. Но в принципе можно выпить. знаешь, если хочется кофейку, если в термосе носить, не остывать, можно пить. Да, очень даже. Это просто мастер по обжарке. Мастер-обжастер. Ну что, ребят, итоги. Я доволен, я удивлен, что можно так обжарить. Конечно, Евгений у нас очень-очень крутой обжарщик, как по мне. вышло прям удивительно. Стоит попробовать. Пишите в инстаграм, заказывайте зерно и наслаждайтесь домашним кофе. Мастер-обжастер.